7 июня на площадке Казанского университета было подписано соглашение об открытии в Республике Узбекистан филиала КФУ. Давайте посмотрим, как это было. Накануне в столицу Татарстана с большим визитом прибыла делегация из Узбекистана. В рамках визита на площадке Казанского университета было подписано четырехстороннее соглашение между университетом, Хакимиятом Джизакской области Республики Узбекистан, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о подготовке к созданию филиала Казанского университета в городе Джизаке и установлении взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной деятельности. Мы ожидаем, что те учебные программы, которые будут внедряться по различным направлениям, это медицины, это нефтегазовые направления, это другие перспективные направления, они как раз будут хорошим подспорьем для подготовки кадров для вот того большого потенциала развития, который у нас сейчас имеется не только в Джизакской области, но и в Республике Узбекистан. В последнее время Узбекистан все активнее становится промышленно развитой страной, все больше отходит от сельскохозяйственной направленности и переходит в промышленное развитие. Ректор Казанского университета сообщил, что цель создания филиала – подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан. Предполагается открытие направления подготовки в области IT-технологии, в области подготовки учительских кадров, в области подготовки медицинских работников и, наверное, также будет востребовано направление, связанное с подготовкой специалистов для работы в нефтегазовом сегменте. В рамках визита гостям провели экскурсию по лабораториям и учебно-производственным помещениям Казанского университета. Делегаты посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт химии, Институт психологии и образования, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт управления экономикой и финансов КФУ. Гости с удовольствием посмотрели, специалисты университета, как нужно готовить, как нужно проводить научные исследования, какие оборудования при этом используются. Все это интересно, потому что, если мы будем обучать таких специалистов, нужно создавать все эти технологии, все эти лаборатории, все эти методы там, в Узбекистане. И действительно они интересовались тем, сколько это стоит, какие приборы нужно для этого приобрести. Елизавета Никитина, Ариадна Кугушева, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова